1 сентября на подконтрольной Украине территории Луганской области свои двери для детей откроют 312 школ. Не обошлось без потерь. Четыре учебных заведения будут закрыты. Три в Троицком и одно в Старобельском районах. Причина – отсутствие детей. Особое внимание в этом году было уделено учебным заведениям, расположенным в прифронтовых районах. В результате боевых действий были разрушены 26 школ. Еще 19 заведений нуждались в текущем ремонте. 42 миллиона гривен было потрачено на восстановительные работы. Об этом говорили сегодня на брифинге в облгосадминистрации. На сегодняшний день практически ремонтные работы закончены во всех школах. В связи с дополнительным выделением средств в некоторых школах, это около 10 объектов, на которых ремонтные работы будут продолжены в течение сентября-октября месяца. Но на учебный процесс это не повлияет. 1 сентября практически все школы откроют свои двери и начнут свою работу. На брифинге были озвучены и такие цифры. Все больше родители выбирают для обучения своих детей украинский язык. Из 6 тысяч первоклашек 4800 детей пойдут в украиноязычные классы. Продолжаем говорить об образовании. В Луганской области почти 3500 детей-переселенцев были устроены в детские сады. При этом нагрузка на заведение такова – 95 воспитанников на 100 мест. Такие коррективы в традиционную статистику внесла война. На ежегодной областной конференции педагогических сотрудников звучали и другие цифры. Но главной темой была патриотическое воспитание не только детей, но и преподавателей. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Особенностью ежегодной областной педагогической конференции в этом году стала тема патриотизма. Сегодня педагоги Луганщины должны осуществить ответственность, которая перед нами укладена за выхождение современного гражданина-патриота. Поэтому на конференции говорится о перегляд работе педагогов, о подготовке педагогов. В эвакуированих учебных заведениях патриотизм определяют как помощь в трудную минуту. Наши студенты на протяжении всего года принимали участие в волонтерских заходах, помогали плести маскувальные сетки для наших военных. Наши выкладчики являются активными волонтерами. Я считаю, что патриотизм в действии. Он не в том, что мы говорим, и не в том, как мы правильные слова говорим. Он в тех действиях, что мы выполняем. Говорили и о насущном материальном. 24 миллиона гривен на образование Луганщины выделено из государственного и областного бюджетов. На восстановление разрушенных в результате боевых действий садиков и школ ЮНИСЕФ потрачено более 45 миллионов долларов. Мест хватит на всех. Зараз в области функционирует 251 дошкельный навчальный заклад. Среднеобластный показник загонтаженности дошкельных навчальных закладов за типовым проектом складает 95 выхованцев на 100 месяцев. Небывалого масштаба в этом году достигла организация бесплатного отдыха для детей. Мы используем такую возможность и отправляем детей на оздоровление. Сегодня дети находятся в Греции, в Германии. Также мы имели возможность отдыхать в США, в Австрии. И видеть, как живут дети в Европе. Видеть ценности, которые имеются в Европе. Но через это выховывать любовь к своих ценностям. Таковы были итоги непростого учебного года. Анастасия Волкова, Алена Казак, Подиим.